Ребята, всем привет! В данном видео, как я вам и обещал, я покажу, как создать мультиплицированную печатную плату в программе Sprint Layer, чтобы ее можно было потом заказать на заводе в Китае. Но предварительно хочу представить вам канал по электронике «Бытовой диалог». На канале вы найдете видео по Raspberry Pi и умному дому, по 3D-печати и съемочному оборудованию. Даже есть немного видео о мебели. Ссылка на канал «Бытовой диалог» в описании под видео. Сейчас вы видите печатную плату. Она имеет размеры 100 на 100 мм, которую я заказывал на JLCPCB за 2$. Я покажу, как подготовить такую же в программе Sprint Layout. Если вы внимательно посмотрите, то можете увидеть, что на заготовке размешано 5 одинаковых плат. Платы разделены неглубоким пропилом, который называется V-CAD. Этот пропил выполняется на заводе JLCPCB и позволяет легко разделять печатные платы. Правильно их разделять специальным инструментом с дисковым ножом. Но в домашних условиях можно просто поломать. Они достаточно легко ломаются. И мы получаем 5 плат по цене одной. Имейте в виду, что многие производители печатных плат, видя подобные мультизаготовки, увеличивают цену. А вот JLCPCB позволяет это, не меняя цену. Она остается стандартной и составляет 2$ за 10 печатных плат размером 100 на 100 мм. Вот еще одна печатная плата, которая также заказывала на JLCPCB за 2$, так как размеры не превышают 100 на 100 мм. На данной заготовке уже 18 маленьких печатных плат. Я думаю, что именно ее подготовку Sprint Layout и имеет смысл показать. Согласитесь, что паять маленькие SMD компоненты намного удобнее на большой платы, а потом уже разделить их на маленькие. Так выглядит моя маленькая печатная плата в программе Sprint Layout. При заказе печатных плат на производстве очень важный верный порядок слоев. Но это очень просто сделать. Смотрите, вот моя печатная плата. Видите, SMD компоненты сверху. Значит, Sprint Layout дорожки должны быть на слой M1. Для данного слоя я задал красный цвет. Также наверху есть шелкография. Ну вот, например, F4, F3. Эти надписи нужно располагать на слой K1. Я его сделал желтым цветом. Все, что на нижнем слое располагается. Ну, дорожки на M2, синий цвет. И шелкография на K2, коричневый цвет. Один из самых важных слоев при производстве печатных плат на заводе – контур печатной платы. Я его еще не поставил, но это обязательно нужно сделать, чтобы на заводе знали, как нужно порезать нашу печатную плату. Все, теперь я могу заказать изготовление данной печатной платы. Но я хочу сэкономить немного денег и разместить на одной заготовке несколько печатных плат. Для этого я создаю новый лист печатной платы. Копирую мою печатную плату и вставляю на новый лист. Далее, я копирую и вставляю, заполняю весь размер 100 на 100 мм. Так как мне нужно, чтобы был V-Cut, то мне не нужно оставлять зазор между печатными платами. Я их размещаю встык. Имейте в виду, что фреза заберет примерно 0,3 мм с каждой печатной платы по периметру. Поэтому не размещайте компоненты очень близко к краю. После этого я корректирую размер печатной платы и убеждаюсь, что проект вмещается в размеры 100 на 100 мм. Если получилось больше, то корректируем печатные платы, так как на JLCPCB по акции за 2 доллара можно заказать только печатные платы не больше 100 на 100 мм. Далее нужно вывести гербера и сверловку. Оставляйте все, как у меня на видео. И как вы понимаете, нам нужны слои медь, шелкография, маска и контур платы. Если же у вас односторонняя печатная плата, то второго слоя, конечно же, не будет. И галочки пунктов будут неактивны. Но это ничего страшного, выводим то, что есть. Далее нужно вывести отверстия. И тут есть нюанс. Если вывести все отверстия, то производитель сделает их все с металлизацией. Как вы сейчас видите на экране. Если у вас часть отверстий без металлизации, то я вывожу сначала все отверстия, потом только с металлизацией, потом только без. Создаю файл readme, в котором пишу информацию о файлах сверловки. Это очень поможет технологу, который будет подготавливать производство нашей печатной платы. Ну а далее осталось только проверить, что у меня получилось. Для этого я архивирую все в zip-архив и загружаю на сайт JLCPCB, чтобы увидеть, если нет ошибок. Если все нравится, то оформляю заказ. Также можно заказать трафарет для нанесения пасты одним проходом сразу на все 18 печатных плат. Ну вот и все, ребята. Всем спасибо, всем пока. Не болейте. Надеюсь, что данное видео было полезным. Вы его очень и очень ждали. Удачи! Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И обязательно включи этот чертов колокольчик, который в последнее время не работает. Надеюсь, что видео тебе понравилось. И на канале есть еще огромное количество видео по электронике. Два из них ты сейчас видишь у себя на экране. Субтитры сделал DimaTorzok